Я очень благодарен телеканалу «Южный регион Дон» за то, что меня взяли на работу. Собственно говоря, в последнее время была такая идея, мечта попробовать себя в телевидении, потому что хотелось сделать больше, чем делаешь как музыкант, хотелось больше говорить о проблемах инвалидов. И Виктор получил такую возможность. В апреле текущего года телеканал «Южный регион Дон» запустил проект «Вопреки всему». Он посвящен инвалидам, которые вопреки всему добиваются успехов в разных областях деятельности. Ведущими программы стали журналист Каролина Стрельцова и инвалид по зрению и музыкант Виктор Тартанов. Вообще мы испытываем особую гордость, что по сути являемся первыми, кто запустил подобный проект в истории российского телевидения. Уникальность проекта заключается в том, что ведущим данной программы является и сам человек с ограниченными возможностями. Это действительно уникальный случай в России. Первым в мире слепым телеведущим стал 27-летний Ли Чанг Хуну из Южной Кореи, который работал в студии и рассказывал о новостях мировой экономики. У Виктора Тартанова гораздо больше обязанностей. Он сам ищет героев для выпусков, пишет тексты, стендапов и принимает активное участие в монтаже программы, хронометраж которой составляет 30 минут. Конечно, не обходится и без сложностей. Одно дело, когда ты даешь интервью, и другое дело, когда ты в роли того, кто ведет, как говорится, того, кто задает вопросы, раскрывает какие-то сюжетные линии. Здесь несколько другая специфика, поэтому есть сложности. После церемонии вручения сертификата первый слепой телеведущий, попавший в Книгу рекордов России, порадовал своих друзей и поклонников душевными песнями собственного сочинения. Каролина Стрельцова, Алексей Ануфриев. Главное новости.